Ольга Крамина родилась в Калуге. Школу закончила в годы перестройки. Тогда там работало всего два института – педагогический и филиал Бауманки. Она признается, что до последнего не знала, куда подавать документы. Но выбор пал на педагогический университет. Поначалу родственники Ольги Николаевны отговаривали ее от будущей профессии. Сначала я пошла на подготовительные курсы, а потом я поступила в училище. Назывался он у нас «Комплекс педагогический, а не училище». Потому что все это было завязано с институтом, со школой и с детским садом экспериментальным. Свой профессиональный путь Ольга начала с экспериментального детского сада. И за непростых времен она принимает решение бросить работу и уехать в Москву на заработки. На новом месте женщина успела попробовать себя на разных должностях. Именно в столице Ольга встретила своего мужа, у них родилась дочка. И после рождения ребенка Ольга Крамина решает вернуться в профессию. Через 4 года Ольга Крамина устроилась 31-й Барвихинский детский сад, где сейчас занимает должность старшего воспитателя. По ее словам, дошкольный мир притягивает. Кто туда один раз вошел, вряд ли выйдет. Коллектив 31-го сада старается создавать для детей атмосферу такого места, в которое хочется приходить каждый день. Хочется, чтобы здесь был такой, наверное, не просто детский сад, а детский, наверное, рай какой-нибудь, да, детская такая сказка. Ольга Николаевна – идейный вдохновитель, без дела не сидит. Совместно с заведующей Верой Николаевной они осуществили множество идей, одна из которых – развивающая среда. В коридорах образовательного учреждения дети могут познакомиться с разными вещами, которые будут встречаться им в повседневной жизни. Но на достигнутом Ольга останавливаться не собирается. Есть у меня одна задумка. Сейчас очень модно, когда, вот вы знаете, наверное, о мастер-славле, когда погружение в профессию происходит. А чем ценен детский сад? Детский сад – это социализация ребенка, да, погружение его в действительность, взрослую действительность, да, но такими вот детскими дорожками, путями. Одинцовский краеведческий музей помог создать в детском саду стенд о Великой Отечественной войне. На нем собраны экспонаты, найденные на территории Барвихи. Вот, откликаются, конечно, сердца, и вот благодаря, в общем-то, нашей памяти, благодаря нашему отношению ко всему этому и патриотическому воспитанию, которое мы стараемся заложить детям, вот пришла идея создать вот такой маленький мини-музей. Ольга Николаевна придумала множество программ дополнительного образования по физическому и познавательно-речевому развитию. В 31-м детском садике очень много кружков, в одном из которых детей учат правилам дорожного движения. Ольга Николаевна признается, оказаться на доске почета для нее и всего коллектива 31-го детского сада – большая честь. 23 года Ольга Крамена в профессии. За это время она получила много наград. В 16-м году стала победителем районного конкурса «Воспитатель года». Она также является лауреатом областного конкурса «Педагог года-2016» в номинации «Воспитатель года Подмосковья». Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.